Всем привет, это обзор на игру Blood and Soul, и сегодня я попытаюсь рассказать вам как можно больше об этой игре. Blood and Soul это игра, основанная на PvP и общении игроков друг с другом. Также она полностью бесплатна и локализирована на русский язык. В онлайн игре Blood and Soul во время создания персонажа выбрать класс нельзя, а можно лишь кастомизировать героя. Первая смена профессии, смена класса, будет доступна игроку на 20 уровне. На 20 уровне доступен выбор 4 классов. Воин, Стрелок, Барт и Маг. Для открытия класса нужно пройти квестовую цепочку. Также на 60 уровне игрок может выбрать второй класс. С 1 по 20 уровень игрок может вкачивать все умения в ветки новичка, не боясь, что не хватит очков. Так как для наделения следующей профессии нужно, чтобы все умения в первой ветке были вкачаны. На остальные ветки навыков очков будет не хватать, так что продумывайте заранее, что вкачивать, так как сброс вкладный. Также каждый персонаж имеет характеристики. И с каждым новым уровнем герой будет получать 5 очков характеристики, которые вам придется наделять суммой. Боевая система в онлайн игре Blood and Soul сильно напоминает боевку из игры Lung, а все умения довольно красочно детализированы. Уникальность боевой системы заключается в массовости сражений. Все классы обладают АОЕ умениями, которые поражают противников по площади. И здесь, в отличие от других онлайн игр, вам придется сражаться против десятков мобов одновременно. Одним минусом в игре являются баночки ХП и МП, которые можно использовать в ПВП. Используя зелье лечения и маны, два одинаковых по силе героя могут сражаться очень долгое время, так и не определив победителя. В игре Blood and Soul существует ПК-система. За стенами городов любой игрок выше 20 уровня может напасть на другого, но если уровень противника выше 20 уровня. За чрезмерное убийство игроков на вас накладывается штраф, и есть вероятность того, что при смерти с вашего инвентаря выпадет вещь. ПВП-система представлена в виде боев на арене и войн между гильдиями. Квестовых заданий в игре очень много, и они довольно разнообразные. Задания бывают нескольких групп и уровней сложности. Цвет задания указывает на его сложность, чем сложнее задание, тем ценнее награда за него. Также задания делятся на несколько групп. Ивентовые, обычные, групповые, случайные, задания привилегии, гильдейские и так далее. Ежедневно можно получать 5 заданий привилегий. Довольно интересными являются случайные задания. Они берутся у специального камня. Эти задания генерируются каждый по-разному, в зависимости от уровня персонажа. Обновить список заданий можно с помощью скидков. В игре Blood and Soul существуют гильдии. Гильдии нужны для сплоченных игроков и облегчения прокачки персонажа. Любую гильдию можно улучшать. Максимальный уровень гильдии пятый. Каждая гильдия имеет гильд здания, которые тоже нужно прокачивать. Также гильдия очень полезна и в плане усиления героев, так как в игре присутствуют активные и пассивные клан скиллы. Подземелья Blood and Soul не просто темные подвалы, битком набитые монстрами. Это незабываемые приключения в таинственных замках. Несмертные сокровища и смертельно опасные испытания, ждущие отважных героев. Одиночке в мрачном подземелье грозит погибель. Тем, кто рассчитывает выжить, идти следует минимум с тремя товарищами. Основная цель в каждом подземелье – местный черный эластелин, а именно большой и чертовский живучий босс. И убить его нужно за ограниченное время, иначе трудный и опасный путь придется повторять с самого начала. В Blood and Soul подземелье не закрывается после прохождения, однако у каждого персонажа есть шкала усталости, по истечении которой игрок больше не сможет попасть в подземелье до следующего дня, когда отдохнувший герой будет снова готов к походу. Уникальность многопользовательской игры Blood and Soul – в нестандартном ПВЕ и в огромном количестве возможностей. Здесь также присутствует система бракосочетаний, наставников, эльфов, улучшений и так далее. Эльфы – спутники игроков, которые повышают характеристики персонажа. Эти создания очень сильно усиливают героев. Эльфов можно точить, прокачивать, скрещивать, вставлять в них камни, устанавливать души и многое другое. Система эльфов – это, можно сказать, отдельная мини-онлайн игра, которая может сильно усилить вашего персонажа. Также в игре присутствует улучшение экипировки. Почти любую экипировку в Blood and Soul можно улучшить. Улучшение бывает двух видов – заточка и инкрустация камней. Безопасной точки в игре нету. Вы можете сломать оружие и на плюс один, но зачастую все с подлами точится на плюс два и плюс три. Руны удачи повышают шанс заточки, а руны гарантии защищают экипировку от поломки при неудачной заточке. Максимальный уровень заточки – плюс тридцать. Камни вставляются в вещи с ячейками, а ячейок может быть несколько. Камни бывают разных уровней, чем выше уровень камня, тем лучше характеристики он вырос. Ячейки можно создать самому, а камни при необходимости можно извлечь из ячейки. Также в игре присутствует очень интересная система крафта. Здесь вы можете очень легко создать нужную экипировку. Для крафта нужна руда, которую очень легко добыть в шахте. Создаваемые предметы генерируются случайным образом, так что крафт предметов – очень важная составляющая игры. Стоит заметить, что навыки крафта прокачиваются, а чем выше уровень крафта, тем лучше экипировку вы можете создать. Стоит заметить, что в дальнейшем игрока ждут очень интересные и занимательные ивенты, начинающиеся уже с 10 уровня, а также очень масштабные пвп-гитвы, воины гильдий и незабываемые рейты. Подводя итог, хотелось бы сказать, что бесплатная онлайн-игра Blood and Soul довольно-таки интересный проект. Минус в игре – это обширный магазин доната, который облегчает игру, но все, что есть в премиум-магазине, вы можете достать и сами. Ну что ж, вот и подошел к концу обзор на игру Blood and Soul. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok